МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые пассажиры, производится посадка на скорый поезд номер 55. Город-герой Тула встречает всех приезжих грозным бронепоездом с пушками и тульскими сладостями. Известную пару кнут и пряник на тульской земле можно и потрогать, и попробовать. Тула – это и стратегический регион, малоизвестный факт, но здесь под зелеными кронами, словно под зонтиками, спрятаны огромные залежи бурого угля, почти 12 миллиардов тонн. Начиная с 40-х годов, этот так называемый подмосковный угольный бассейн кормил энергией все дома и стратегические предприятия в округе. С кончика угольной выработки Черепецкая Гресс как на ладони. Она всегда была самым мощным промышленным предприятием района. Долгое время станция работала на угле, который добывали тысячи шахтеров. Сюда, на берег водохранилища, они съезжались на заработки со всей России. Так здесь и появились шахтерские поселки. В советские годы эти лесистые места были настоящим социалистическим раем. У шахтерских поселков были свои дворцы культуры, школы, больницы и даже своя футбольная команда. А в магазинах свободно продавались деликатесы. Сказка кончилась в 80-х. Уголь из так называемого подмосковного бассейна сменил более качественный и рентабельный кузбасский. После чего почти все тульские шахты стали закрываться. Только единицы доработали до 2000-х годов. Оставшись без привычной работы, бывшие шахтеры стали разъезжаться. Со временем благополучные поселки погрузились в депрессию. Некоторые опустевшие дома снесли, другие растащили по кирпичикам. Сегодня некогда жилые улицы похожи на развалины Сталинграда. Черепецкое водохранилище гладкое как блюдо. На его фоне трубы главного районного предприятия гидроэлектростанции напоминают ракеты, которые вот-вот улетят в космос. На подъезде к бывшим шахтерским поселкам автомобильный навигатор теряет координаты. Исчезает телефонная связь. Бывший шахтерский поселок Центральный – последний оплот цивилизации. Еще несколько километров и попадаешь словно на другую планету. Гипсовые трудящиеся в человеческий рост стоят посредине поля. Словно часовые, которых забыли сменить. Даже не верится, что здесь когда-то с семьями жили тысячи человек. Подпрыгивая на ямах, въезжаем в шахтерский поселок с говорящим названием «Аварийный». За этими руинами жизнь продолжается и сегодня. Одни латают родительские домики, другие занимают целые этажи в аварийных многоквартирных бараках. В поселке все еще ютятся 15 человек. Все они потомки и наследники тех, кто добывал уголь для страны. Когда оказываешься на этих улицах, кажется, что попал в декорации к фильму «Апокалипсис». Хотя это и не глушь. Отсюда до Москвы рукой подать. Ольга Васильевна сильно удивляется нашему появлению. Кроме местных жителей, в «Аварийный» никто обычно не заглядывает. Местную власть старожила здесь видели много лет назад. Я раз еду на такси, а таксисты говорят, а в каком вы доме живете? Вот в восьмом. А вашего дома даже в навигаторе нет. Потому что он снесен. А я, дура, БТИ заплатила 7200. А когда пришли в эту администрацию, а ваш дом не подлежит, у вас светское жилье. Ольга Васильевна каждые полчаса выходит из своего сырого дома в огород, чтобы погреться на солнышке. В старых родных стенах холодно даже летом. А у нее очень болят руки. У нас огород был, вон, видел эти столбы. Аж туда было. А сейчас кому? Я одна. Надо и все. Вот помогали люди сажать. Погодить надо. А мне саму вот так 30 руки болеют. Так что будем ждать. Когда нас будут выселять, неизвестно. В «Аварийном» когда-то жили шахтеры и спасательного отряда. Если происходили аварии на шахтах, они первыми шли на поиски товарищей. Сегодня название поселка и реальность полностью совпали. Тут уже по поселку умерли. Все присылают за квартиры. У людей по 15 лет нет, они все присылают. Потому что они глупые. Дома нет, но счет за воду и свет приходит ей регулярно. После того, как дома от времени стали падать, многим ее соседям дали квартиры в поселке Центральный. А ей нет. Администрация поставила ее в очередь. Но за 10 лет она не продвинулась ни на шаг. А что у вас плохо? Люди еще хуже живут, а у вас нормально. Паруси пошли. А я говорю, а кто мне будет клеить? Вот как поклеили. Вот сейчас стала печку топить, тяги не было. Все черное было. Я быстрее форочки открываю, быстрее дверь. В общем, никому мы здесь не нужны. Мне, ну как я дом брошу? А приедет, ну тут хоть воров нет, ну тут все растащивают. Конечно, как шахта закрыть, там все порастащили. Ехать ей некуда. Эта развалюха хоть и холодная, но родная. Она здесь родилась. Отец Ольги Бушминой всю жизнь ходил в забой. Ближайшая от поселка шахта значилась под номером два. Ольга Васильевна работала на ГРЭС в столовой. У нее 40 лет стажа и большая пенсия – 15 тысяч рублей, которой женщина очень гордится. Но все деньги буквально улетают в трубу. Батареи забиты. За зиму она сжигает три трактора дров. А топить надо даже летом. Топлю. По 15 часов топлю. Утром затапливаю в 9. И до 10 утра вечера. А не это, их надо промывать. Они вот до отсюда греются до половины. А половина все холодные. Когда-то здесь жили шахтеры, которые давали стране на гора стратегический уголь. Став пенсионерами и заслуженными ветеранами труда, они доживают свой славный век под все той же родной угольной горой. Эти терриконы навсегда взяли их в плен. Если бы они захотели бы нас снести, уже давно бы снесли бы эти дома. Вот мусорку нам поставили. А раньше этой мусорки не было. Обходились как-то люди жили. А сейчас берут деньги. По 300 рублей за четверых. Я говорю, да, сейчас я буду платить. Я платить не буду. Колонка вот у нас одна осталась. Ее дети давно уехали, живут и работают в Калуге. Она как сторож охраняет последнее. Уезжать женщина боится. Растащат. С бытовой безысходностью она, кажется, смирилась. Конечно, Ольга Бушмина пыталась выяснить, почему ее не переселили. Но ответа не было. И она больше власти не беспокоила. Но главное, ветеран труда так и не может понять, как ее родной процветающий поселок мог превратиться в такую дыру. Ой, хорошо было. Весело было. И буфеты были, и шахта. А потом шахты закрыли. А сейчас вообще работать не эти. Почему вот мои ребята уехали в Калуге? Тут нигде работать, нигде не берут. Ее холодный дом просто дворец. По сравнению с двухэтажным бараком. Когда-то здесь из каждого окна доносились детские голоса. Теперь на всех этажах живет один Михаил Сергеевич и его дочь с ребенком. Остальные жители ушли отсюда навсегда. Кто здесь раньше жил? А раньше он уже давно на кладбище. Вот все, что у него есть, валяется здесь, что осталось. Кто убирать их за ним? Кому нам надо? Его дочь каждое утро в пять часов уезжает на работу. Ехать далеко. Поблизости, кроме ГРЭС, предприятий нет. Все давно развалилось. Как только поселки опустили, автобус почти перестал сюда заезжать. А он идет вот в шахту в восемь утра, потом в четыре часа и полдевятый. А он тревется. Все, и больше нет. А садик работает. А садик на центральном. На центральном, до пяти, до шесть. Хорошо, что у него машина есть, он поехал, забрал. А у меня вот внучка была, туда уедем, оттуда, прости, за ради бога. Такси сейчас ходит в центральном до 120 рублей, пожалуйста. Пять минут ездит. По этим ступенькам ходить-то страшно. В любой момент можно провалиться. Михаил больше переживает за дочь и внучку. Ведь они живут фактически над бездной. Там магазин внизу, внизу под ними магазин. Потолок обвалился в магазине. Значит, полы пустые. Там топи, не топи. Если дыры, это что было засыпано под полом, все просыпалось в магазине. Рядом с последними жильцами в пустых квартирах свили гнезда птицы. В отличие от людей, на обломках истории они спокойно растят свое потомство. О, видите? И на пол отходит уже. Михаил здесь родился, но потом уехал. Жил и работал в разных городах по всей стране. Когда пришла пора пенсии, вернулся в родные стены. А тут такое. Сегодня последний житель дома, Михаил Свинкин, словно атлант, который держит на своих плечах эти ветхие стены и потолки, все время что-то подмазывая и подкрашивая. Дом-то ему не чужой. А это вот резут. Доски кому нужны, кому что. Печки все уже внизу поразваливались. Это и здесь разобрали. Сегодня горы-терриконы возвышаются над лесом, как памятники шахтерскому труду. Сверху дома-призраки, в которых жили шахтеры, уже еле видны. Без хозяев здесь все зарастает. В 80-м году, когда в Москве открывали Олимпийские игры, добычу угля в подмосковном угольном бассейне, наоборот, закрывали. А вскоре шахты стали затапливать. С тех пор в шахтерских поселках и начался закат. Надо было искать новую работу на земле, хотя под землей оставались целые километры угольных полей. Шахта, вот наша четвертая, штат имела до 1200 человек. Анатолий Михайлович Преснов – тот самый шахтер, орденоносец, пенсионер. Такие, как он, и строили здесь светлое будущее. Он и 89 лет, широк в плечах и категоричен в речах. На вала отбойщик, да. Ну, в лаве, сыпал уголь. Как говорится, непосредственно то, что занимается, выдает уголь на гора. Это сегодня он живет в квартире в поселке Центральный. А в далеком 1957 году только-только демобилизовавшийся моряк-срочник поселился в шахтерском бараке и стал работать в вала отбойщик. Здесь Анатолий Михайлович и встретил свою любовь. С тех пор они все время рядом. Вера Михайловна всю жизнь работала учителем в сельской школе, пока поселок не опустел, а школа не закрылась. Это орден знак почета, это заслуженный учитель. Многие ее ученики стали профессорами и важными государственными начальниками. Шахтерская школа была очень сильной. Во времена их молодости в этом рабочем районе, на берегу водохранилища, жить было и престижно, и комфортно. Мясо, пожалуйста. Баранина 12 рублей. Зарплаты? Ну, шахтерские по-разному. Ну, в пределах двух тысяч было. Порой за две заходило. Лапы шарикам, бобикам, кошкам. А посоли мы на целый месяц гулять будем. С тех пор поменялся не только ассортимент, но и сами магазины. В поселке Глубаковском в 21 веке хлеб можно купить по расписанию. Спасибо, что не по карточкам. По средам и субботам я езжу по деревням. Вы развозите? Да. Я работаю с утра по деревням, а с двух часов я работаю здесь. Это среда субботы. Продавец Галина в молодости тоже жила в Глубаковском. Тогда, вспоминает женщина, здесь работали школа, клуб и даже свой стадион. Сегодня она, как и многие, переехала в Центральный. Ей повезло. Теперь она видит родные развалины только в рабочее время. Ну да, у нас вообще-то мало-то осталось здесь. Таких вот уже, которые постоянно здесь коренные. Хлеб, сахар, соль, масло растительное, сливочное. Ну и так, баночки консервы, кукурузы там разные. Ну, все по чуть-чуть берут. Фактически я здесь, наверное, одна осталась. Я и в шахте работала, я и на поверхности, на подъемной машине работала. Канат. И вот вагон цепляешь, подмышку канат этот, и идешь за ней. И ее тянет. Вот так мы работали. На подъемной машине она толкала 600-килограммовые вагонетки с углем. Зинаида Александровна Литвинова работала всю жизнь до ветеранских седин. Сегодня ей 90 лет, и она последняя жительница на этой крайней шахтерской улице. Мои руки вон, видите, как сел. Рабочие всю жизнь работают. То лопату. Сейчас уже сел, нет, и все равно хочется что-нибудь сделать. Сюда, в поселок Глубаковский, она приехала вместе с родителями в начале 40-х годов, перед самой войной. В шахтерском поселке, как и все, стала работать без выходных, для фронта, для победы. Потом были ударные пятилетки и бесчисленные вагонетки, которые она отправляла на гора. Так, между шахтой и этой калиткой и прошла вся ее трудовая жизнь. Вот я живу в этой коробочке. Что она, там, до сточки вот стоишь ремонт делать, они десяточка, наверное. И такие же дома, вот двухэтажные эти были. А нам не дают свой, считают. А, то есть, в доме их остались? Да. Работала, работала, ничего не заработала. Колонка была там, когда проводили, взяли и колонку убрали. У нас не считают за людьми. Ходи где хочешь, там бери воду. Все ее друзья, соседи, знакомые там, за кустами. От калитки Зинаиды Александровны до первого кладбищенского креста, несколько метров. И тут я их сама сажала, чтобы по кладбищу меньше видно было. Посадила, вот он же и... Имена на обелисках – уходящая история. Простая шахтерская жизнь была романтична, монотонна и опасна. Бывали здесь и аварии с жертвами. За 50 лет в этих рабочих поселках росли и умирали целые поколения. И вербованные, и все тут были, приезжали. Молодежи тут, общежития были. А потом все поженились. Здесь и многие остались. И здесь и их похоронили. Но летом на заброшенных дорожках следы родней дачников. В это время в поселке непривычно многолюдно. Родительские дома из городов съезжаются поближе к природе. Потомки шахтеров-стахановцев. А что нам в Москве-то делать? Лучше в Москве сидеть, да? Ну, сейчас лето понятно. А зимой-то, наверное, сюда не доехать, не проехать. Почему? Нормально. В машине спокойно. В машине спокойно, и дороги чистятся. В Москве туда и обратно все тут чистится. То есть все нормально. Только топление, топление печное жил. Газа нету. В позе дачников Сергей и Валентина. Оба столичные инженеры-пенсионеры. Хотя и местные. Десять лет назад они закрыли московскую квартиру и вернулись насовсем в родительский дом. С тех пор живут крестьянским трудом. Сеют, пашут. В общем, ребят, цивильно, мы не живем. Мы поддерживаем то, что есть у нас. На печь кто-то. За свое, на себе, на эти небоскребы, как говорит, денег не заработали. Они работали всю жизнь, поэтому очень стесняются своих ветхих стен. Валентина местная, ее отец и мама работали в шахте. 50 лет назад они с Сергеем поженились. Вот уже скоро золотая свадьба. Вся их молодость прошла на этих улицах. Здесь же гуляли дети, потом внуки. Раньше трубы дымили. Едешь, когда с Москвы трубы дымят, значит, уже приехали, считай. Автобусы тут ходили через каждые 15-20 минут. А сейчас ничего не ходит. Три автобуса, если сюда приедут. А кто тут остался? Ну, одни старухи. В 90-х, когда все стали уезжать из шахтерских трущоб, в поселок устремилась обратная волна. В пустые дома вселялись беженцы из бывших братских республик, которым там больше не нашлось места. Они-то и спасли Клубаковский от полного исчезновения. Там дома разбитые, как Сталинград и прочее. О, приезжайте, не надо декораций никаких, ничего. Услышав, что мы интересуемся историей шахтерских поселков, из соседнего огорода показался сосед, у которого отец тоже работал в шахте. Я Александр. Владимир Ильич. Он сейчас не в моде. Очень приятно. Да. Владимир Ильич с пролетарской категоричностью рассказал нам все, что думает о сегодняшнем времени и его героях. У токаря шестого разряда слова и аргументы оказались убойными. Брат не знает друг друга. Представь себе, раньше здесь как одна семья жили. А еще он хорошо помнит, как всем двором отмечали День шахтера и другие красные календарные праздники. Это дом был, дом был. Вот, я считаю, ты видел, сколько тут дом официально было построено? Газ проведите. Все разбазаривает. Ты восстанавливай, чтобы народ жил, а не существовал. Ну, считай, 100 километров от Москвы, ну, можно сказать, 200-300. Получается, время безжалостно стерло почти все, что любили и строили их родители. От таких невеселых мыслей у Владимира Ильича болит сердце. Чтобы отвлечься, он мастерит. Правда, теперь только для себя. Последнюю разработку усовершенствованный культиватор он выточил голыми руками. Когда-то Владимир Ильич, токарь высшего разряда, трудился на местном оборонном предприятии. Сегодня от завода остались одни воспоминания. Да заросший и разломанный скелет. Оборонный завод «Точмаш» построили на месте закрытой шахты номер 8. Сегодня его дырявую крышу можно с трудом разглядеть среди леса. Трагическая судьба настигла предприятие в 90-х годах. Тогда множество цехов вот-вот готовы были заработать на полную мощность, но стали не нужны. Предприятие закрыли, оборудование вывезли, остальное растащили. Теперь только ветераны и помнят, когда здесь были золотые времена. Владимиру Панову повезло больше, чем другим. На оборонном предприятии, когда оно еще не развалилось, ему, ведущему специалисту, дали ордер на квартиру. На фоне своего добротного гаража он выглядит даже зажиточно. Здесь же стоит и «Ласточка» 1985 года выпуска. Заветные советские «Жигули» простой рабочий брал в магазине, тоже благодаря предприятию. Ему, рабочему оборонного завода, который вытачивал и выпиливал все от болванок стратегических ракет до турбин подводных лодок, сегодня обидно видеть свой некогда промышленный район без производства. От этих неприятных мыслей Владимир Ильич обычно прячется под Терриконовой горой. Здесь всегда хороший клев, но плохие соседи-рыбаки. Сегодня здесь, в районе шахтерских поселков, поют птицы и легко дышатся. Черный угольный дым из труб в небо не поднимается почти 40 лет. Наверное, это единственный положительный момент, который получили эти края от закрытия угольного производства. Но этот рай только для пенсионеров. Тем, кому нужно зарабатывать на жизнь, уезжают в ближайшие города – Калугу и Москву. Из-за такой экономической миграции молодого населения в Тульской области остается очень мало. Сегодня в бывших шахтерских поселках доживают последние свидетели и хранители славных трудовых традиций и династий, которых нам посчастливилось встретить и запечатлеть. Ведь только благодаря им спасенные рабочие поселки все еще стоят, пусть и без крыш.